Технические виды спорта становятся все более популярными в Иванове. В субботу на автодроме ДСАФ состоялся первый межрегиональный открытый чемпионат среди любителей по гонкам на мотоциклах класса эндуро. Помериться своими силами и силами своих железных коней приехали около 30 гонщиков из Ивановской и соседних областей. Эндуро проводится в принципе, там идут часовые гонки с добавлением бензина, препятствия по лесам, по тропинкам, но у нас не позволяет места и площадь. Мы решили сделать на кроссовой трассе на автодроме ДСАФа. Что-то удлинили, какие-то препятствия сделали из баллонов, из легковых покрышек. Значит, бревнышки у нас есть, значит, брод сделали, где находится вода. Старт с незаведенными двигателями – самое большое испытание для гонщиков. Все зависит от мотоцикла. Можно либо с первых секунд выбиться в лидеры, либо стартовать в хвосте. Всего в каждом классе проводится по два заезда длительностью по 25 минут, плюс два круга. По сумме времени в обоих заездах и определят победителя. Главное – не сойти с трассы раньше времени. Для того, чтобы гонка была действительно сложной, организаторы сделали все возможное. Например, брод – небольшой искусственный водоем. Если перед ним недостаточно разогнаться – забуксуешь. Но после крутого поворота набрать скорость проблематично. Некоторых техника подвела, но были и те, которым даже поломка не помешала прийти к финишу первым. На тренировке я упал на правую сторону и вырвал стопорное кольцо. И как вот поехали в заезд, у меня как опять он вылетел стопорный, так и ездил бы в сторону. Вот только на переднем тормите. Сложность, во-первых, очень скользкая. Земля с углиных. Тут очень трудно мотоцикл держать. Но если есть навыки, его держать можно. Ну, соперники тоже с ними попадались. Попадались. Они тоже крепкие ребята. Победители кросса получат кубки и призы от компании-спонсора. Но возможность проверить свои силы на такой интересной и сложной трассе для гонщиков гораздо более ценный подарок. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова